Доброе утро, Новосибирск! Лето не за горами, а значит, можно будет выбирать себе досуг на выходные. Можно отправиться на рыбалку, можно отправиться в поход, а можно отправиться в плавание. Сегодня разговариваем о фридайвинге. Всем доброе утро! Меня зовут Евгений Чурилин, моя коллега-соведущая Алена Чурилина, и у нас сегодня в гостях... Татьяна Лапшина, доброе утро! Доброе утро! Татьяна Лапшина, мастер спорта и чемпионка России по фридайвингу. Специалист по адаптивной физкультуре, инструктор по йоге с 10-летним стажем. Начала заниматься фридайвингом уже в осознанном возрасте и через два года завоевала свою первую медаль. Татьяна покорила не только водное пространство, но и воздушное. Совершила 170 прыжков с парашютом. Фридайвинг. В чем его принципиальное отличие от дайвинга? Фридайвинг – это ныряние на задержке дыхания без использования кислородного оборудования. Если дайверы ныряют с большими баллонами, тяжелыми очень, то мы можем обойтись без всего этого. Мы просто делаем глубокий вдох в свои собственные легкие, и все, что осталось в наших легких, мы несем на глубину и обратно. Вот как хорошо. Самое главное – спеть обратно, чтобы хватило. Тогда снорклинг. В чем здесь разница? Снорклинг, как правило, это ныряние по поверхности с трубкой и с маской. Подныривание маленькие снорклеры делают, но единственная такая задача, основная снорклера – это просто посмотреть, что творится вокруг. А во фридайвинге, наверное, чуть-чуть философия глубже. В буквальном смысле, да? Да, в буквальном смысле. Ну, во-первых, это и спорт. Мы здесь соревнуемся, мы можем соревноваться, кто глубже нырнет, кто дальше уплывет, если мы соревнуемся в бассейне, кто дольше задержит дыхание. И также фридайвинг, на самом деле, это такая древняя достаточно дисциплина, потому что, когда еще никто не знал, что это фридайвинг, им уже занимались. Люди ныряли, чтобы добыть себе пропитание, они задерживали дыхание, чтобы нырнуть за моллюсками, ныряли, чтобы добыть какие-то полезные ресурсы. Жемчуг. Жемчуг, конечно, да. За монетками в фонтан. Вот. Губки морские, с которыми можно потом душ принимать. Да. И поэтому… И подводная охота, конечно же, тоже, она существует уже давным-давно. И до сих пор есть такие аборигенные, так скажем, племена, которые занимаются подводной охотой. Конечно же, они уже используют современные ружья, но, тем не менее, они все так же задерживают дыхание, ныряют, и сколько у них дыхания хватает, они занимаются подводной охотой. Ваш личный рекорд по задержке дыхания? Ну, у меня есть, так скажем, мой рекорд на соревнованиях, а есть рекорд мой тренировочный. Они сильно отличаются? Ну, на данный момент, да. Да, то есть на соревнованиях мой лучший результат – 5 минут 54 секунды. Серьезно? Да. На тренировках у меня удавалось задержать дыхание даже на 6 минут 19 секунд. Слушайте, вам, у рентгенолога, можно там целую фотосессию устроить за это время? Серьезно? Вообще, да. Придайвинг такой еще немножечко недообследованный вид спорта. Нам все исследования очень интересны. Мы были бы даже очень рады поучаствовать в таких исследованиях. Вот, но на самом деле женский рекорд мировой – 9 минут 2 секунды. И его установила наша российская фридайверша Наталья Молчанова. Она… Ее называли королевой фридайвинга, потому что за свою жизнь она смогла установить более 40 мировых рекордов. Я думаю, что за свою жизнь она там вдохов сделала вот столько-то. На текущий момент. Все посчитано, все записано. Как прокачивать легкие настолько? Потому что в среднем задержка дыхания там минута-две, ну не пять. Ну на самом деле, да. Здоровый человек, не обремененный никакими ограничениями. Спортивными какими-то ограничениями. Да, с легкой тренировкой может вполне задержать себе дыхание на полторы минуты или на две с половиной минуты. Это норма. Дальше уже вопрос тренированности. То есть мы, чтобы тренироваться, используем и сухие тренировки, то есть мы делаем растяжки определенные, чтобы у нас растягивалась мышечная ткань, которая в принципе позволит нашим легким расправиться и сделать вдоха глубже. Ну и также мы используем ментальную подготовку, то есть то, как мы настроены ментально, очень сильно влияет на то, как расходуется кислород в нашем, расходуется кислород в нашем организме. Потому что когда мы взволнованы, когда мы в стрессе, наш организм потребляет очень много кислорода, чтобы всю эту машину, которая готова взорваться, как пружина, поддерживать. А когда мы спокойны, расслаблены, то наше тело расходует гораздо-гораздо меньше кислорода. То есть получается, что на соревнованиях по причине взволнованности уменьшается... Да, собственно, поэтому многие атлеты на соревнованиях показывают результат чуть-чуть ниже своего лучшего на тренировках, потому что есть волнение. И вот с этим волнением самое важное во фридайвинге справиться. Вообще, зачем люди занимаются фридайвингом? Что это дает? Ну, конечно, мы можем сказать, что это дает здоровье, потому что мы готовимся, мы стараемся стать лучше, чем мы были до этого. Но в том числе многие приходят во фридайвинг и справятся со страхом боязни воды. Есть и такие. Справятся со страхом боязни именно глубины, если мы говорим о глубинном фридайвинге. Кто-то хочет просто разгрузить свою голову, потому что, как я и говорила, фридайвинг, он отличается от других видов спорта тем, что мы должны быть не быстрее, выше, сильнее, а мы должны быть спокойнее и расслабленнее. И в условиях вот нашей урбанизации, нашего темпа жизни города фридайвинг – это идеальный вид спорта, потому что здесь вы приходите и учите себя расслабляться. То есть это такая водная медитация, которая... Водная йога. Да, абсолютно. Водная йога. А нужно с собой приносить на тренировку, например, 32-килограммовую гирю для того, чтобы поглубже, как говорится... Занырнуть и не вынырнуть. Да, занырнуть. Ну, на самом деле, это, конечно, достаточно интересный был бы фан-нырок, но для первых тренировок по фридайвингу достаточно обычного снаряжения, как для тренировки в бассейне. Какое? Какое снаряжение, как оно выглядит? Ну, по сути, вы берете плавки, возможно, очки для плавания, шапочку и банные принадлежности. Но это для первых занятий, для знакомительных. Очки, вот смотрите, я возьму с вашего позволения. Вот очки – это специальный, ну, не знаю, как правильно сказать, специальный, наверное, да, специальное оборудование именно для фридайвинга. Или подойти абсолютно в любые подобные маски, которые, ну, Мосмаркет нам предлагает. Вот вы сказали правильное слово, это уже маска для фридайвинга, не очки. То есть очки мы используем в бассейне, когда мы просто ныряем в длину, например. Когда мы говорим уже о глубине, вот наш обязательный инвентарь – это маска для ныряния. Есть маски и для снорклинга, есть полнолицевые маски, может быть, вы видели, если отдыхали где-то на морях. Есть маски для дайверов. Чем отличается именно фридайверская маска? У нее меньший подмасочный объем. Это помогает нам нырять глубоко и, так скажем, справляться с продувкой маски. Здесь я, наверное, должна сказать, что такое продувка. Что такое продувка, да, конечно. Вот, когда мы ныряем на глубину, на нас воздействует окружающее давление воды, которое возрастает с каждого метра. Чем глубже, чем сильнее давит. Да, и наша барабанная перепонка под этим давлением начинает менять свою форму, она сжимается. Я думаю, многие зрители, в том числе, ощущали вот эти неприятные ощущения, когда вы ныряете. Давление на уши, да. Да, уши сейчас взорвутся. Это происходит, если мы не выравниваем вот это давление внутри среднего уха по отношению к внешней среде. Чтобы продуть уши, достаточно сделать выдох в зажатый нос. И барабанная перепонка тогда растягивается, и все болевые ощущения, они проходят. И это нужно делать, говорят, каждый метр? Это нужно делать регулярно, потому что у каждого своя растяжимость барабанной перепонки. Это нужно делать регулярно. Ну, в среднем мы говорим, что да, возможно, каждый метр. Кому-то нужно почаще, кому-то может быть и пореже. Но лучше почаще, чем пореже на самом деле. Так вот, и зачем нужна именно маска? Потому что, когда у нас маска на лице, мы можем выдохнуть воздух из носа. При этом не набрать воды. Не набрать воды, да. И самое главное, воздушная полость, которая находится под маской, она ведь тоже сжимается, как и воздушная полость в нашем среднем ухе во время глубины. Если вы будете нырять в очках на глубину уже 4 метра, вы уже почувствуете, что очки начинают присасываться к вашим глазам. Вот, и чтобы справиться с этим подсасыванием, собственно, мы в маску воздух тоже чуть-чуть выдуваем, чтобы маска не прилипала и не создавала баратравму глаз. Сколько всяких, сколько всяких. Это только верхняя часть, так, переходим дальше. Да, опускаемся ниже. Да, у нас есть на самом деле во фридайвинге шутка, что фри, фридайвинг это что-то о свободе, и для фридайвинга ничего не нужно. Ничего себе о свободе. Нет, есть еще, конечно, картошка фри, но ничего к дайвингу она не имеет общего. Вот, но на самом деле, конечно же, нам нужно чуть меньше снаряжения, чем дайверам, но снаряжение нам тоже нужно. И вот сейчас вы в руках держите гидрокостюм для фридайвинга. Да, да, и это толстенький гидрокостюм, 7 миллиметров, мы его используем именно вот для наших как раз сибирских холодненьких карьеров. И чтобы мы не замерзли, мы ныряем вот в таких плотно облегающих гидрокостюмах. Он сохраняет тепло, то есть он изолирует нас от воды, ткань гидрокостюма, она пористая, и, соответственно, воздух позволяет аккумулировать тепло, которое производит наше тело. Соответственно, чем теплее вода, тем тоньше мы используем гидрокостюм, ну и чем холоднее, тем толще. Ну и в среднем от полутора миллиметров используются костюмы. Это для совсем теплой воды, в бассейнах, например, кто мерзлявый, температура воды 28 градусов примерно. А если мы говорим уже о нырках в холодных арктических водах, то используют костюмы 9 миллиметров, то есть еще толще, чем вот этот. Это куртка, состоит он из куртки и штанов, как правило. Ну и если мы ныряем в холодной воде, то мы надеваем и носочки, и перчатки, чтобы не окаливаться. Ну они, соответственно, все вот такого плана, да, правильно? Не тряпочные, не хлопковые носочки. Нет, конечно, не хлопковые, но есть некоторые нюансы. Вот этот гидрокостюм, он гладкий снаружи и такой же гладкий, я бы даже сказала, липкий внутри. Такой костюм, возможно, надеть только с водой или даже с мыльной водой. То есть мы себя специально устраиваем себе в пенную вечеринку. Кто-то так не наденешь, да? Мы в него влезем, он же вообще полностью... Да, мы намыливаем его и только на скользкое тело можем такой костюм надеть. Для того, чтобы он очень плотно прилегал и, соответственно, не подтекала вода снаружи в него и было нам очень тепло. Такие костюмы, как правило, мы делаем даже по индивидуальным меркам шьем, чтобы исключить полностью любое протекание. Такую толщину попробуй, например. Он чуть-чуть стал жать, да? Да ты подожди, он подрастянется. Да, лучше не полнеть и не худеть тоже, кстати. Как он шьет, это я что-то слава предполагаю, потому что нитка это же тоже пропуск. Ну, здесь, да, здесь специальные швы, которые проклеиваются клеем. Целая большая технология, но у нас в России есть несколько фабрик, которые занимаются таким пошивом. Костюмы потолще бывают, ну и потолще, на самом деле, тоже бывают снаружи тканевые и внутри бывают тканевые. Но в чем отличие? Ткань, соответственно, меньше держит тепло, но она дает прочность костюму. Вот в этом самое большое различие. Поэтому, так скажем, более хрупкие костюмы, тонкие, стараются сделать с тканью, чтобы продлить их срок службы. Ну, а когда речь идет о именно соревновательных костюмах, все стараются сделать их гладкими, потому что это также увеличивает скольжение в воде. Понятно. Друзья, сейчас будет небольшая информационная пауза, посмотрим, что для нас приготовили журналисты телеканала ЭНСК-49, после чего вернемся в студию и продолжим нашу тему. Доброе утро всем тем, кто только что включил телевизор и присоединился к нам. Это оранжевое утро, и у нас сегодня в гостях. Татьяна Лапшина, фридайвер. Сегодня разговариваем об этом в виде спорта. И вот, кстати, первый вопрос вам. Фридайвинг – это про спорт или все-таки про развлечение или про здоровье? Что это? Многие приходят просто из интереса. Может быть, кому-то всегда хотелось задержать дыхание, а здесь можно это сделать безопасно, под контролем опытного человека, но потихонечку начинают увлекаться и спортом. На самом деле, фридайвинг – это такой спорт вне возраста, вне возрастных ограничений. Многие приходят во фридайвинг в 30-плюс лет и становятся чемпионами и занимают места. Вы во сколько пришли в этот спорт? Я как раз пришла во фридайвинг в 30 лет. Вот как. Да. Вот как. Ничего себе. Да, просто целая галерея. У нас большое разнообразие медалей. Давайте разговаривать про медали, про достижения. Про ваши возьму некоторые. Расскажите про эту медаль. Это моя гордость. Это медаль за первое место на чемпионате России в 2022 году в дисциплине апноэстатическая. Собственно, задержка дыхания на время. И я к тому моменту два года занималась фридайвингом, и поэтому для меня это большое достижение, потому что это был такой большой скачок, рывок. И на самом деле, занимаясь просто в удовольствии, мне удалось достичь вот такого результата. А вокруг вот когда были соревнования, там вокруг вода была, бассейн, кедра? Сколько вы задержали дыхание? А на тех соревнованиях 5,5 минут примерно это было. У нас еще такой интересный вид спорта, потому что даже имея сильных конкурентов, иногда конкуренты сходят с дистанции, так скажем, и вот на 100% предугадать, кто играет. Сходят с дистанции по причине взволнованности излишней? Ну, кто-то от волнения не может показать лучший результат. Ну, также, конечно, наш спорт все равно считается экстремальным. Можно потерять сознание, если ты немножечко передержал себя в воде, так скажем. Я что-то слышала, что фридайвинг безопасный вид спорта? Безусловно, потому что у нас всегда рядом есть страхующие, которые мгновенно отслеживают ситуацию и реагируют. Мое больное воображение работает таким образом, да? Итак, готовы, все, время пошло. Все такие бульт нырнули. Как думаешь, пора его вытаскивать, не знаю, он позеленел. Слыло три этих самых, да, это значит, это выбывшие. Я даже не знаю, как еще может быть. Как инструктор понимает, что пора на волю? Да, что ты передержал, например, или начинаешь передерживать. Ну, безусловно, внешне уже это заметно. Зеленеет? Большие такие глаза, да. Здесь в зависимости от дисциплины, в которой человек выступает, есть свои сигналы. Например, если человек плывет в бассейне в блину, то он начинает, как правило, менять траекторию движения, начинает, может, выпускать воздух, который он задерживал. Это знак того, что, скорее всего, нам уже пора, да, страхующим подготовиться или уже, скорее всего, сходить человека. А как действует в этих случаях страхующий? Страхующий должен взять человека за лицо, закрыть ему нос и рот, чтобы он не глотнул обязательно воды, да. И только потом, когда человек уже оказался на поверхности, у него убирает маску, дышит ему на лицо, потому что у нас на лице находятся рецепторы, которые чувствуют, что мы уже вышли из воды, и когда они осушаются, наш организм дает сигнал на дыхание. Поэтому мы дышим на лицо, просим человека дышать, называем его имя, и обычно достаточно быстро человек приходит в себя в сознание. Ну да, сознание быстро возвращается. Так, переходим дальше. Следующая, следующая медалька. Это медаль за второе место, тоже на чемпионате России, но по другой федерации. По какой? У нас есть две федерации фридайвинга в России. Одна называется Федерация фридайвинга России, а другая Федерация подводного спорта России. Подводного спорта России. Да, вот и Федерация подводного спорта России, это как раз медаль этой федерации вы держите. Это федерация, которая ближе к Олимпийскому комитету, и имеет официальный статус, и выдает звания, такие как мастер спорта, кандидат мастера спорта, и выдает разряды. Говорят, сам... Какая из медалей, условно говоря, глубже? Глубже. Здесь бассейновые все медали, лично у меня. Я выступала в глубинных соревнованиях, но на тот момент у меня глубина еще была небольшая, и поэтому это было... Сколько небольшая глубина? На тех соревнованиях я нырнула, по-моему, на 25 или 26 метров. Ничего себе, не очень... Ага, так, ладно. Ну, к слову, у нас в России очень сильный глубинный фридайвинг, и чемпион России, он же рекордсмен мира, Алексей Молчанов, сейчас имеет абсолютный рекорд ныряния в глубину, 137 метров, насколько я понимаю. Подождите, с аквалангом 50 спускаются? С аквалангом и гуже спускаются, но это уже технический дайвинг называется. А человек, всего лишь сделав один вдох, способен спуститься практически на 140 метров в глубину и обратно подняться. А как... Вот смотрите, хорошо, вот человек прыгнул в воду, не знаю, с гирей там, без гири, ну, как-то надо вниз стануть, как говорится. Вот он все идет, доходит до какой-то определенной точки, ему же еще надо обратно вернуться. Как рассчитать? Ну, освоение глубины идет постепенно. В среднем обычный человек может вполне нырять спокойно на глубину 10-15 метров. Все курсы для новичков стремятся новичка обучить нырянию именно на эту глубину. Чтобы туда нырнуть, достаточно 30 секунд туда и обратно, как правило, никогда... Но подождите, глубина задавит все равно. Надо успеть там продуть и так далее, шевелиться, нужно расслабиться. Здесь мы опять возвращаемся к тому, что фридайвинг это про расслабление. Если вы расслаблены, как бы на вас глубина не давила, вы будете просто ей поддаваться, а потом, всплывая обратно, возвращаться... Поймать землю. ...прекрасного расположения духа и без травм. А если вы будете пытаться насильно себя погрузить на глубину, будете сжиматься, напрягаться, то у вас, собственно, как твердую консервную банку, глубина начнет сжимать и стискивать, и вы уже в обратное состояние не вернетесь. Да, в этом фридайвинг прекрасен, и в этом его магия, то, что он сразу показывает тебе, что ты делаешь что-то не так, потому что если ты будешь пытаться через преодоление идти на глубину, ничего не получится. Ты обязательно получишь какую-то микротравму, которая тебе даст знать, что ты делаешь что-то не так. Если ты делаешь все хорошо, то с твоим здоровьем все прекрасно, и ты получаешь от этого искреннее удовольствие. А по продувке вот нос, ну я понимаю, что есть правая и левая рука, да, кому как удобнее, что называется. Если правша, то правой рукой раз, там зажал, дунул, как говорится, да, у тебя там все выровнялось, и ты вроде как дальше. А есть у вас какие-то специальные приспособления, чтобы продуваться и не использовать, например, руки, ну чтобы прям совсем расслабленный буль-буль-буль-буль-буль-буль? Вот, это прекрасный, отличный вопрос, да, потому что или мы используем свою руку, у нас может быть лицо в маске, и тогда мы, соответственно, еще маску зажимаем, тоже продуваем. Или, чтобы быть в полном кайфе, так скажем, и наслаждаться свободным падением вниз, мы используем вот такую штучку, называется она зажим для носа. Целые тиски для носа. Ну да, выглядит как небольшие тиски, очень простая конструкция, вы ее надеваете, зажимаете, у вас такой забавный голос появляется, все, вы задержали дыхание, вы можете спокойно, направляя воздух в нос, выравнивать давление. Нет, он достаточно крепко сжимается, есть зажимы для синхронного плавания, просто для плавания, некоторые любят, да, зажимать нос, они легонечко, на самом деле, зажимают, а если под давлением ты начинаешь активно выдувать воздух, те зажимы слетают, а эти, да, они крепкие. Есть разные формы, есть металлические зажимы, есть пластиковые, есть из пробки даже, каждый подбирает под свою форму носа свой идеальный зажим, и тогда все получается. Но на самом деле есть редкие люди, которые могут продувать свои уши, вообще не закрывая нос. Как? А вот так у нас мышцы, которые находятся внутри рта мягкого неба, соединяются с истахивой трубой, которая является входом в среднее ухо. Фидеология пошла, да, да, да. Да, да, да. Вот, и некоторые люди интуитивно умеют управлять этими мышцами, и просто их напрягая, они открывают и встахивают трубу, и у них давление выравнивается. Это поймать полный дзен какой-то, да, и подразумевать. Все равно могут суперпрофессиональные спортсмены быть, но все равно никогда не приобрести этот навык. Поэтому мы пользуемся, да, или зажимом, если мы ныряем в глубину, тогда нам не нужно надевать маску, соответственно, не нужно ее тоже поддувать, вот это воздушное пространство, которое находится в маске. Или люди ныряют в маске, и тогда продувают и ее, и свои уши. Мне, кстати, я никогда не слышал по поводу маски, что нужно и туда немного воздуха давать. Я понимаю, что ее придавливаются сильнее и сильнее. Ну, потому что, как правило, поддувать маску нужно уже после метров 15 глубины. Не так много любителей, которые рискуют так глубоко заходить. Вот у меня вопрос про... Вот у дайверов есть такая история о кисионной болезни. А я читала, что у фридайверов нет этой истории. Почему? В целом, да, во фридайвинге считается, что нет декомпрессионной болезни, потому что, когда люди ныряют с баллоном, они используют дополнительный воздух из этого баллона. И, соответственно, когда они погружаются, этот воздух из баллона начинает растворяться в крови. И когда они поднимаются, этому воздуху нужно куда-то... Этим газом, который у них растворились в крови, им нужно куда-то деться, и поэтому нужны декомпрессионные остановки. А как проявляется кисионная болезнь? Что происходит в шагах? Да легкий разогрев. Пузырьки, которые растворились в тканях и в крови, потом начинают закипать, и они не успевают выйти обратно, так скажем, в легкие, чтобы просто испариться через дыхательную систему. Какая страшная история. Да, да, и они остаются в тканях, там, соответственно, пузырьки начинают обратно... Под давлением они уменьшаются. Когда вглубь человек идет, когда человек поднимается, они, соответственно, увеличиваются и начинают травмировать ткани, в которых они накопились. Вот во фридайвинге, почему этого не происходит, потому что мы делаем вдох в свои легкие, вот все, мы дополнительно никакого воздуха не добавили там на глубине, и мы с этим вдохом, поднимаясь вверх, быстро обратно возвращаем все эти пузыречки в легкие. Но на самом деле, несколько случаев на декомпрессионную болезнь фридайвинге зарегистрированы, но это касается людей, которые ныряют очень глубоко, то есть для этого нужно нырнуть метров на 120 и несколько раз подряд. У них все понятно, у них там допинг был, кислород дополнительный, вот однозначно. Все по-честному, все по-честному. И, как я понимаю, дальше все развивается следующим образом. То есть у вас, наверное, стоит какая-то сверхзадача, которую нужно выполнить. Не знаю, там взять какой-нибудь супермировой рекорд по задержке дыхания, или же все-таки больше глубину, или для себя вообще. Вот как в принципе все это видите? Цели, задачи. Ну, опять же, мы исходим от конкретного человека, как правило, не могу говорить за всех. Есть люди, которые занимаются чисто в удовольствие, им нравится процесс, они им наслаждаются, потому что это меняет их сознание, отношение к окружающему миру, отношение к себе. Есть, конечно, люди, которые достигаторы, которые хотят соревноваться, хотят ставить рекорды. Ну вот ваша философия в чем? Моя философия в чем? Я, на самом деле, долгое время занималась йогой, я преподаватель по йоге. И в йоге наша философия, что мы не соревнуемся ни с кем, ты всегда смотришь только в глубь себя. Когда я пришла в фридайвинг, меня через несколько месяцев позвали на соревнования, я подумала, да, я прийду на соревнования, наконец-то мне можно будет с кем-то посоревноваться. Да, потому что какое-то желание внутреннее было, конечно. Пощекотать, наверное, какие-то свои нервы, в том числе. Ну, да, соревновательный характер и соревновательный. Поэтому, да, во фридайвинге есть люди, на самом деле, которые вообще не обращают внимания на медали, они делают, что им нравится, есть люди, которые хотят достигать, и они прикладывают все усилия для этого. Но, опять же, я говорю, что во фридайвинге невозможно одной силой воли чего-то достигнуть, потому что фридайвинг сразу тебя выбросит из себя. Вот, поэтому это, тем не менее, такой склад людей, которые умеют и с собой договариваться, и вот просто у этого человека еще есть цель, и он методично, плановерно к этим целям идет. Вот по поводу задержки дыхания, на себе проверял. Когда ты заныриваешься, вот, и статику какую-то принимаешь, ты вроде как держишься дольше. А если ты при этом работаешь руками и ногами, то, соответственно, расход кислорода, это получается, время сразу сокращается резко. Да, все правильно, потому что когда мы... Соревнования тоже заставляют двигаться. Вот это просто важный вопрос. Это просто разные дисциплины, это просто разные дисциплины. Статической задержки дыхания нас не заставляют. У тебя и медалей столько нет. Хорошо, спасибо вам большое за такую интересную беседу. Да, новых вам наград и побед. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Спасибо, что пригласили.